30 июля 1919 года во время гражданской войны страна находилась в окружении, не было связи с фронтами, с армейскими частями. И Валимир Ильич Ленин подписал 30 июля 1919 года постановление рабоче-крестьянской обороны о строительстве радиовышки для обеспечения надежной связи с фронтами и со всеми российскими регионами. То есть изначально эта башня была построена как оборонный объект. Развлечения, радио, телевидение, это уже все было потом. Страна должна была выжить в окружении фронтов. Эта башня должна в первую очередь, наверное, даже интересовать не архитекторов, а военно-историческое общество. Этот объект находится в видении Министерства связи, хотя никаких функций связи сейчас он не несет. У него все трансляторы, даже вот социальную связь, тут вынесли трансляторы недавно, их все поснимали. Конструкция стоит голая, без передатчиков. И наш фонд выступает за передачу этого объекта другому добросовестному пользователю. Поскольку министр связи 13 марта 2009 года обещал Владимиру Владимировичу Путину, тогдашему премьер-министру, восстановить эту башню в ближайшее время. Вот у нас как бы по нашим поговоркам обещанного три года ждут. Уже прошло три раза по три года, уже больше десяти лет прошло с этой даты. Но они поставили только под спорку, а вы видите, что вот эта вот обжавчина, особенно вот на третьей-четвертой сетке, она очень хорошо видна. И еще этот объект является оборонным, потому что все наши стратегические ракеты, это поля, ярцы, они имеют в своей конструкции вот такую же диагрид-систему, такую же сетку, обвернутую тонким слоем углепластика. И благодаря этому несущая конструкция позволяет вывести лишних 2-3 тонны боеголовок. То есть если бы так, если бы не было вот этой конструкции Шухова, то Ярс бы нес там, я не знаю, 2-4 боеголовок. С помощью вот этой сетки Шухова, которая экономит массу, Ярс может вывести сразу там 8 боеголовок. И то, что вот эта конструкция является прообразом наших стратегических и готовых ракет, это даже в юном технике написано, и многие дети это знают. Ну а как архитектурный объект, здесь пришли в основном, наверное, архитекторы, почитатели архитектурного таланта Владимира Григорьевича Шухова. Это прообраз всех диагрид-систем, которые сейчас построены во всем мире. Это и перекрытие британского музея имеет такую же диагрид-систему. И Гиркин Тауэр в Лондоне, это шедевры Нормана Фостера. Норман Фостер говорит, что Владимир Григорьевич Шухов мой герой, и он это в интервью, это на видео есть. Неоднократно говорит, он у нашего фонда неоднократно запрашивал документы. У него целый отдел, который изучает наследие у Владимира Григорьевича, потому что это проверенные конструкции, ни одна сама не упала, все только ломали принудительно. И как бы имея такой запас типовых конструкций, Фостер их тиражирует. Он еще кроме Гиркин Тауэра и перекрытия британского музея, за которые он от королевы получил титул ворду, он построил Хёрст Тауэр в Нью-Йорке, тоже такой же диагрид-системой обтянутый. Картинная галерея Смитсоновского музея тоже имеет перекрытие. Это все патентованные перекрытия. Владимир Григорьевич в 895 году подал заявки на три патента. Вот эта башня была отдельным патентом, и сетчатые оболочки выпуклые, висячие. Олимпийский стадион в Мюнхене, великий немецкий архитектор Отто Фрай, он его построил, думал, что сам придумал эти висячие конструкции. Потом узнал, что оказывается эти конструкции запатентованы Владимир Григорьевичем Шуховым еще в 19 веке. И вот благодаря Отто Фрай, он потратил свои деньги в конце советской власти в 1985-1989 году. Была большая экспедиция по изучению наследия Владимира Григорьевича, которая состояла из немцев. И вот представители музея архитектуры ездили тоже, тогдашние, сейчас вот молодые у нас здесь ходят, вот, и разных институтов. Они объездили всю Россию, документировали все наследие Владимира Григорьевича по тем документам, которые были, наконец, в советской власти сохранены. И признали, что Шухов великий архитектор, и в западных каталогах архитектуры, которые в интернет вы можете посмотреть, вы из отечественных архитекторов не найдете там Казакова, не найдете многих наших известных архитекторов, хотя там бывает так всего даже два архитектора, три. Это Шухов, Леонидов и Константин Мельников. Три архитектора, они есть во всех западных каталогах, во всех. Остальные архитекторы, наше отечественное, неизвестны. Причем, если брать Леонидова, его конструкции тиражируются, там, через Маухаус, через американские небоскребы, вот эти вот остекленные фасады, конструкции Мельникова мало копируют, а вот Шуховская башня, она копируется по всему миру. И самая высокая Шуховская башня, одна гиперболойная, это вот здесь шесть гиперболойдов, поставленных один на другой. Самая высокая Шуховская башня построена в городе Гуанчжоу, имеет высоту 600 метров, и по-китайски она называется «Прекрасная женщина», потому что она напоминает женский силуэт. Гуанчжоу, еще прямо рядом с 600-метровой башней, практически Шухова, стоит в плане воскреба, обтянутый диагрид-системными сетками, по 300 метров каждый. В Китае вообще построено, вот с использованием этих диагрид-конструкций, уже, наверное, больше 50 разных зданий и сооружений, потому что после землетрясения в Сычуане они этим очень сильно озаботились. Эта конструкция имеет огромную сейсмостойкость, и сломать ее очень сложно. Вот пример, что Валерий Федорович говорил, что под Нижним Новгородом ломали эти башни, немножко поменьше, на одну секцию 125-метровую на металлолом пытались сломать, одну сломали, вторую так и не смогли, хотя было демонтировано 40% конструкции нижних секций. Она все равно устояла, потому что вот этими перекрестными диагридами, сняли, даже если вот колбас подряд, она не упала, потому что те баллы перехватывают сразу нагрузку, она держит эту нагрузку. Пример сейсмостойкой скептой башни. В Кобе стоит 100-метровая башня Шухова, построенная в 68-м году в порту Кобра. И там было очень мощное землетрясение, почти там 8,5 баллов по шкале Рихтера. Коба был полностью разрушен, и там даже рядом с этой башней, которая уцелела, выдержала землетрясение, есть музей землетрясения этого, там парк землетрясения, там бетонные покрытия дороги, разломано пополам, и там порядка 30 метров пропасть, вот прямо рядом с башней. Они сохранили участок поломанных зданий, сломаны фонарные столбы, а башня устояла, ее трясло очень жутко. Поэтому вот сейчас китайцы, японцы и многие страны, там Саудовской Аравии, там где есть измостойки, в Казахстане тоже, кстати, используют эту конструкцию, просто берут здание, поверх, обтягивают вот этой диагрит сеткой, стальной, прочной, крекат ее к перекрытиям этого здания, и это является гарантией, что во время землетрясения башня устоит. Но кроме того, что это вот просто гениальная диагрит-система, которая сейчас различается, уже напишено, наверное, более 100 диссертаций в мире по использованию вот этих диагрит-систем в архитектуре. И вы их можете в Википедии найти, и в любом архитектурном справочнике, современном, ну и изданном последних ответов, особенно высотных конструкций, которые касаются. Но кроме диагрит-системы, чисто технической системы, Владимир Григорьевич Шухов, он ввел в архитектуру саму форму гиперболоида. То есть до него формы гиперболоида в архитектуре не использовалось. Нет ни одного известного архитектуры в архитектуре сооружения в форме гиперболоида. Там некоторые маяки, построенные в портах, претендовали, но специальный фонд изучал, при внимательном изучении фотографий, то видно, что поверхность этих маяков не гиперболоида. Гиперболоид первый был построен Владимиром Григорьевичем Шуховым в 895 году для выставки новгородской 896 года, всероссийская, 16-я, самая большая древолюционная выставка была, на которую император потратил много строений из Нижнего Новгорода, построили там театр, трамвайные сообщения и огромные выставки. И в центре выставки шедевром стояла вот эта вот красивая гиперболоидная башня, которая была идеальной формы. Здесь гиперболоид, ну, так слабо выражен и не сильно виден, а там, как он, подчеркнут был. И вот эта вот башня, она, к счастью, сохранилась, ее после выставки купил меценат, это хрустальный король России, который владел там десятками хрустальных заводов, который продавался хрусталь Нечаево-Мальцов, мальцовский хрусталь, вплоть до Чикаго, там, брал призы на выставку. Он очень богатый человек, и вот рядом со своим дворцом, недалеко от далекого поля, поставил эту башню, хотя у него была водокачка, многие пишут там в разных статьях, что у Нечаева-Мальцова нечем было поливать огород, и он купил эту башню и поставил, чтобы свою башню рядом. У него рядом с дворцом, там метров 150 стоит, гигантская кирпичная башня, которая качала воду с дона, и весь парк, и все вокруг поливалось той башни. А эту башню он купил ради красоты, поставил ее прямо в 30 метрах от дворца, и она, имея обзорную площадку, имела, ну и создавала очень неповторимую такую landscape архитектуру, и с нее отбор был шикарный, на нее поднимался и Лев Толстой на эту первую башню, и Анна Ахматова, и Бенуа, и многие наши художники известные, и Солженицын в советское время, то башня до сих пор сохранилась, она находится в ведении Министерства культуры, является федеральной охранной объектом, и Министерство культуры потихоньку выделяет деньги на ее реставрации, там реставрирован фундамент, башня покрашена, в отличие от этой башни, когда вы видите, здесь стоит подпорная конструкция, идеально покрашена, и у них даже не хватило денег покрасить вот всю эту жавчину, защитить от коротки. Там все нормально, потихоньку реставрируется, осталось там реставрировать только бак политор. Если кто будет ездить на Куликово поле, то, в принципе, первый музей Куликового поля находился во дворце Нечаево-Мальцово, это красивый дворец до 17 века, классический дизайн, есть такая информация, что он даже казаковым построен, вот, и рядом с этим дворцом стоит башня, очень интересно посмотреть. Эта башня, она все время находилась в ведении Министерства связи, как во время СССР, так и в наше время до сих пор находится в ведении Министерства связи, хотя функции связи сейчас не несет. В 1939 году, 10 марта, сухие башни начались регулярные телетрансляции. С начала 60-х годов телевидение уже было достаточно разное. Передачи были ежедневные, башню эту показывали в теленовостях, в репортажах, она на заставках телевидения была всегда, и даже сейчас, когда вы на выпуск смотрите голубые огоньки, башню показывают. И до 1967 года, до года в эксплуатацию Останкинской башни, эта башня была главной передающей башне Москвы. В 1967 году трансляция основная была перенесена в Останкино, огромный телецентр, и здесь остались только несколько ступиков. Потом уже, когда в новое время был пожар в Останкино, и Останкино фактически год с лишним не функционировал, все передатчики были сюда возвращены, и башня в полной мере показала, что она может компенсировать Останкино. Ее перегрузили. 19 марта 1922 года она начала трансляции на всю Россию. Этот день 19 марта считается днем рождения башни Шухова. Наш фонд празднует каждый год этот день проводим пресс-конференции, распространяем информацию. Особенность архитектурной конструкции. Гиперболоид это геометрическая фигура, образованная прямыми балками, прямыми составляющими, прямыми линиями. Но криволинейная, это поверхность криволинейная. Из прямых линий делается криволинейная поверхность. А как архитектурная и строительная конструкция уникальна она в том, что она очень прочная. Она вроде бы выглядит как женский чулок, поставленный вертикально, но держит массу как полностью металлическая конструкция. То есть именно по направлению силовых линий расположены вот эти несущие прямые балки. И нагрузка очень оптимально размещается. Положим, Шухов сначала спроектировал башню высотой сейфа. И по проекту она должна была весить в три раза меньше, Эфилова башня. То есть Эфилова башня это патента там нет никакого. Это гигантская мостовая конструкция, поставленная вертикально. Она сильно распиарена и очень знаменитая. Ну в принципе если пиаром этой башни она является одним из семи символов Москвы но в таком состоянии пиарить сложно поэтому как бы не занимаются. А так у нас сейчас храм Василия Блаженного сам известный. Но если сюда приезжают к нам архитекторы люди следующие то они смотрят дом Мельмитова смотрят Шуховскую башню клуб Русакова то есть вот то что является прообразом для мировой архитектуры Шуховскую идею никто не крадет поскольку патенты на эту конструкцию перестали действовать через 25 лет после их подачи то есть уже с 25 года с 1925 года никакие права не защищаются поэтому конечно и Норман Фостер и половина лауреатов Притскеровской премии у них есть работа с использованием диагрид-системы но диагрид-система это несущая система которая позволяет им выражать архитектурную свою форму но Шухов кроме кроме вот этой вот диагрид-системы он придумал и саму форму гиперболоида в строительстве то есть до Шухова гиперболоид в строительстве не использовался а сейчас есть гиперболоидные конструкции даже без диагрид-системы положим в Эмиратах есть башни они не обтянутые Диагрит сеткой Но они по форме гиперболоида Она вообще красивая Есть французские духи с бутылками в форме гиперболоида Она напоминает женский силуэт Очень много арт-объектов по миру На вокзале Норвегии, в Норвегии, в Мюнхене Которые просто поставлены в центре города гиперболоиды Они смотрятся Это очень красивая форма Спасибо вам большое Ржавчина на Шуховской башне На покраску башни денег нет